Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В павильоне это очень трудно. А это как у меня дома стоит, вот она такая личная. Это комбинированный камер. Ну, на самом деле, он же работает. И дальше он там грузит пианино. Ну, то, что оно заполнено, я просто это видела в своей жизни. Ну, там была испорченная пианино, в котором хранились. А ещё мои родители, я уже не помню кто, рассказывали, что во время войны покупали. Ну, на рынке же всё привозили. И там торговалась какая-то торговка, разные же были. И она говорит, вот хочу этот комод с белыми зубами. И вот это понятие комод с белыми зубами, плюс то, что я видела вот там. Это как-то вместе сыграла одна. Комод с белыми зубами, да, помню. И это тоже, да? Всё, всё здесь, всё строилось. Не строились только улицы, но крыша строилась. Да. Так, стыдно. Это уже была... А, это была картина Распутина, Англии, французского. Шагова Дальян и с этим самым Депардир. Сцена расстряла царской семьи. И я очень долго... Там было так сложно, потому что в это время очень трудно было найти, например, подвалы, да? Там-то, и патишный пароль должен был найти. Это всё устроено. Это всё устроено. Игорь Евгений, да скажите, пожалуйста, про одно парижное немножечко, а? Вот народ у нас как раз его смотрел чуть-чуть. Как это? Неужели вот это тоже декорация? Да, это вся декорация. То есть это не коммуналка? Нет. А, в Побильёне строилось? А? В Побильёне строилось? Это... Нет. Закрытый... Закрытый стадион военный. Вот. Моряки Ордановка. Там всё было. Строилось. И... Крыша Парижа. Всё это строилось. Елена, у меня вопрос. А как вы придумали патионина? Ну, это же вот квартира, уставленная... Приехать в Москву. Я приехала. А режиссёр телевидения попросил Леонова с ним поговорить, чтобы он у нас снимался там на телевизионной картине. Вот это было. Вот. И я приехала, а он болит уже очень сильно. И принять он меня принял был. Но он меня решил, наверное, всё. Вот это было. И ещё он был на какое-то картине случайно. Старая, черно-белая там была. А? А? Черно-белая фотография была. Ну да, я понимаю. Да? Ну точно не помню. Вообще, надо ещё, что важно для подобного того, что мы вообще так не стали. Это убедительность декораций делается для того, чтобы актёр мог существовать в одно время. Это очень важно. Для актёра я это поняла очень важно. Очень важно, чтобы он пришёл и почувствовал, что он вошёл в то время. Вот в этой комнате, когда она ходит. Ощущение, что это в послевоенное время было. В чём? В том, что было. Понимаете? Вот так и было. Вот. Но это должно было... Очень помогает актёрам. Они потом подходят и благодарят очень. Но у меня был чудовищный случай, Которая не делает за деньги, да? И не пускает за деньги. А всё бесплатно. Поэтому им нужна какая-то что-то. А это мы напишем коллективом. Ради бога. Или кто угодно. Ну просто, чтобы были написаны. Там какие-то. Я ответила на ваш вопрос, да? Вера Евгеньевна. Уникальные фотографии со съёмок на выставке. В том числе фильмов, которые были ещё как художник-декоратор, работатор, наверное. Красных Челова, например. Да, Красных Челов. А вот фотографии есть из Евгении Леонова. Это что за... Какая? Евгений Леонов со фотографией. Что это за моменты? Евгений Леонов там есть. Не помню. Ну какая-то... Мне с ним очень мало встречались. Вспомнить сейчас не могу. Я помню, кажется, я ездила с телевидением. Это когда я была на телевидении. Вот такая чушь на таком уровне была. И после этого он уехал на следующий день. Мы все дрожали. И Иролан звонил, говорил, вам не звонил. Он говорит, нету. И... Он приехал. Через неделю переписал весь сезон. И вот после этого он начинает. Вот барак, за который я получила государственное премие, что прекрасно отразилось на моих день. Но зато я не могу преподавать. За те деньги, которые убьют. За те деньги, которые убьют. За те деньги, которые убьют. Вернее, я преподаю, не почитаю. Не холодно не закрыть окно, нет? Нет. Дует? Нет, закрыть, пожалуйста. Закрыть? Нет. Вопрос. Я хочу... Мой старатель может как-то... Может сделать вот то, что я сделала. Вы же видели там. Настоящий Петр Первый был один к одному. Камень, который стоял на Петербавловской крепости. Когда люди приходили, вдруг медный садник стоит на Петербавловской крепости. Да. И так далее. И... Конечно... Ну... Так вот... Олан спросил, чтобы я была. А я просто... Ну... Мы же тогда любили Пушкина бешено. Для нас Пушкин это было всё. Да. И... Узнали мы его. Тем более я на этом уже работала несколько картин про Пушкина. Знали всё, что можно было когда-либо узнать. Вот. А сценарий... Ну... Они хорошо относились к Пушкину. Это уже приятно. И он хотел сделать этот фильм. Это уже приятно. Ну... Ну... ...разовалось в кино. И вроде бы... Особенно среди художников. И вроде бы всё это... Ну... Есть недопонимание. То, что зрители не понимают, что делает художник. Это я для красного словца написала. Естественно. А на самом деле это для того, чтобы... Вот... Вы в частности... Понимали, как делается художник. Вот... Какие... Я не полностью ответила. Полностью можно с утра до вечера отвечать на этот вопрос, да? Ну... Спросите ещё чего-нибудь. Я постараюсь ответить. А кто воплощает изображение? Ну... Художник-постановщик, он и рисует, и находит место. Да. И сами декорации тоже делает. Да. Обязательно. А если не всегда получается передать то, что на рисунке хорошо смотрится? Понимаете, это... Вот здесь должно быть... Это как рождение ребёнка, да? Вот должен быть папа хороший и мама хорошая, да? И тогда будет ребёнок красивый. А если кто-нибудь не очень... Вот... Здесь папа и мама это три человека, да? А? Оператор может испортить? А? Оператор может испортить? Очень. Очень может, к сожалению. К сожалению большому. Очень. Мне... По моей жизни... Я как бы такой успешный художник. Про меня так... Судя по поводу. Поехали. Поехали.